Сладкие подарки В новогоднее представление страны поедут 52 школьника. Это победители различных конкурсов и олимпиад. Для них подготовили экскурсионную программу по музеям и выставкам Москвы. На Ставрополье увеличится производство мяса птицы. В региональном медицинсельхозе прошла рабочая встреча с представителями крупной французской компании. Обсудили вопрос создания птицеводческого комплекса в Петровском городском округе. Планируется, что новое предприятие сможет производить до 10 тысяч тонн утиного мяса в год. Проект позволит увеличить количество данной продукции в крае почти в два раза. Население Ставрополя перевалило за полмиллиона человек. Об этом на одном из бизнес-форумов заявил мэр краевой столицы Андрей Джадоев. Официальная статистика показывает, что в городе живут всего 447 тысяч человек. По словам градоначальника, данные долгое время были неточными из-за преобразования миграционной службы. А сейчас вырисовываются более реальные цифры. Каждый месяц население Ставрополя увеличивается на 5000 человек. Более точную статистику рассчитываем получить уже во время всероссийской переписи 2020 года. В Железноводской больнице стали проводить новые виды операции. Ранее некоторые оперативные вмешательства были недоступны из-за отсутствия специалистов. В Краевом Минздраве отметили расширение видов медицинской помощи стало возможным благодаря программе «Земский доктор». Так, в этом году в городскую больницу пришли работать новые высококвалифицированные врачи – эндокринный хирург, урологи, травматологи, ортопеды и другие специалисты. На Ставрополе отремонтируют больше 100 километров дорожного полотна. Работы пройдут в Грачевском, Шпаковском, Кочебеевском и Труновском районах, а также в Изобильнинском округе. Масштабный национальный проект «Безопасные качественные автомобильные дороги» стартовал в Крае в этом году. Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа отметил, что за это время в регионе привели в порядок 111 километров трасс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова